Приветствую вас. Я думаю, что начинать нужно с определения причины вашей подавленности и с того, чтобы освободиться от нее. Это первое и, по-видимому, главное, потому что то, что вы не можете определиться целью в жизни, а связанное именно с тем, что вы подавлены. Зачастую подавленность представляет собой мысли определенного типа, мысли определенного толка, которые, ну, скажем так, мешают. Эти мысли не позволяют вам быть, например, собой, эти мысли не позволяют вам делать, например, то, что вам хочется, эти мысли вас ограничивают, эти мысли вам мешают и эти мысли, они словно бы стыдят вас, словно бы пытаются вас к чему-то принудить, иногда это выливается в чувство вины, иногда это выливается в подавленность, иногда это выливается в чувство долга, тревогу, страхи, вот, и так далее. То есть, вы пишете о том, что вы подавлены. Нужно разобраться с тем, когда вы начали чувствовать подавленность, в результате чего вы начали ее ощущать, что послужило причиной вашей подавленности, и, соответственно, уже тогда можно будет и с вами работать. Убрал подавленность, я более чем уверен, что вы вновь откроете для себя свои жизненные цели и так далее. Но! Но! Давайте ответим себе на один важный вопрос. Без которого и ваши сообщения, и мой ответ, и психотерапевтическая работа, которая может быть будет проведена, с вами не имеет никакого смысла. Вопрос. Для чего вам найти цель? Зачем? Вопрос. Что вы будете делать, если избавитесь от подавленности и найдете цель? Я высказал предположение, что вы не можете найти цель из-за подавленности, но это именно предположение. Быть может подавленность и невозможность найти цель связаны по-другому. Было бы лучше, если бы вы и сами подумали и сказали, как связаны подавленность и невозможность найти цель. Пожалуйста. Это очень важно. Для нас. Вот, в принципе, так, я думаю, можно вам ответить. Я надеюсь, что это было полезно для вас. Хоть и немного, я понимаю, что это немного, но тем не менее, с какой вы задали вопрос, уже мало информации вы о себе предоставили. Вот, если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Спасибо.